Первая игра после длительного перерыва. Что не получилось? Не получилось выполнить тренерскую установку. С самого начала отдали игру, пропустили две шайбы. В итоге догнали, но, увы, соперник наказал нашими ошибками. В принципе, начало именно с поражения, такой холодный душ после удачных игр в перерыве товарищеских, оно как-то взбодрит команду? Мы будем работать над этим. Постараемся приложить максимум усилий, чтобы в следующем матче победить. Первая игра после большого перерыва. Не очень удачно и уверенно. В чем причина? Как раз, наверное, в этом большом перерыве одна из причин. Потому что, смотрите, мы плохо начали. Первый период. Мне понравился только второй период, как мы играли. И, опять же, отвратительно в третьем периоде. То есть где-то вот этот ритм игровой потерян. Соответственно, и выглядели мне тяжеловато. Конечно, особенностью в третьем периоде. Я считаю, что команда должна играть сильнее нашей. Поэтому очень недоволен сегодняшней игрой. Сколько счетом, сколько игрой содержания. В команде самыми живыми выглядели Куваев и Вовченко. Особенно Куваев, который только приехал. Можно ли сказать, что пауза, где он играл, а остальные тренировались, ему пошла больше на пользу? Ну, выходит, что так, что игровая практика все равно вещью необходима. И ее не заменишь никакими тренировками. Интересно, еще с такой живой командой, как Красная Армия, в общем-то, которая катается, владеет шайбой, а с ними тяжело. С ними на очень хорошей форме физической, чтобы играть на равных. Ну, мы тут согласен, что они все иголы забили, считайте. А после удачно проведенных товарищеских игр в перерыве, такой щелчок по носу, он как повлияет на команду? Ну, я думаю, что... Естественно, что главные игры все равно еще впереди. У нас есть время сейчас, есть пауза для того, чтобы подготовиться к принципиальным соперникам, это СКА. И серебряной львы. В общем-то, сейчас, естественно, получив такую плеуху, должны многие призадуматься в своем отношении. Это касается молодых и более опытных. Я сейчас уже сказал это все. В общем, то, что показывают некоторые, меня не устроило. Их отношение главное. Из игры в игру многие защитники получают очень много игрового времени, при этом нередкие очень грубые ошибки. Что с этим делать и какие перспективы? Ну, так получилось, что у нас сейчас Корнаухов вдруг внезапно уехал в высшую лигу. Сахарусова забрали в первую команду. В общем-то, потенциально у нас осталось восемь защитников. И вот эта игра показала, есть большие претензии именно к защитникам в плане физического состояния. Это, прежде всего, Шаповалов, Крохта, Ситников. В общем-то, ошибки, они всегда есть. Они просто, что, когда человек готов, они получаются меньше. Когда соперник позволяет. А сегодня соперник был таков, что заставлял ошибаться. И это у СИЗова ошибка такая, невынужденная в передаче, когда мы пропустили третий гол. Таких не должно быть. Таким соперникам, которые лидер в чемпионате допускать просто нельзя. К слову о защитниках, в большинстве сейчас вырисовывается такая хорошая четкая картина, когда нападающие отдают защитникам на синюю линию, ожидают от них хорошего плотного броска, но этого не следует. Дело в защитниках или все-таки некое недопонимание все еще есть? Дело в мастерстве. Почему он не бросает? Потому что боится, что будет накрыт этот бросок. И, в общем-то, рикошет, и может нападающий убежать в 1-0. Ты чувствуешь дистанцию, быстрота выполнения этого тактического действия, технического. Видимо, они не владеют этим, поэтому боятся взять на себя ответственность броска. Когда-то нужно сделать это быстрее, когда-то через паузу. И это определяется только, я считаю, мастерством. В последнем периоде был передвинут Артем Воробьев во второе звено, которое как раз Ковченко и Куваеву самое живое, было активное. По остальным центральным нападающим они не выглядели уверенно, сильно. Следует ли ожидать каких-то, может быть, пополнений в составе? Или мы будем, команда будет наигрывать тех игроков, которые есть? Я еще говорил, что это самая дефицитная, наверное, у нас позиция центральных нападающих. То есть, что мы имеем, у нас всего чистых, всего три центральных нападающих. Воробьева мы сделали, исходя из необходимости. И он лучше всех сейчас с этим справляется. А усиление откуда? Усиление нам ждать неоткуда, поэтому мы будем сейчас этот сезон работать с теми людьми, которые у нас есть. И если будет необходимость, допустим, есть у нас люди, которые еще могут кого-то заменить. Ротация в составе будет. Те, кто не выполняет требования или не хочет, это выполнять или не может, они будут сидеть. Спасибо.